В России на днях произошло массовое острое инфекционное заражение в четырех регионах страны. Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Казани. За медицинской помощью обратились десятки людей. Все пострадавшие употребляли в пищу консервированные продукты, тунец и фасоль, или готовую продукцию, в составе которых были консервы. У некоторых пациентов официально подтвержден ботулизм. В Тверской области пока таких случаев не зафиксировано, но быть на чеку не лишнее, поэтому очень важна профилактика. Наш корреспондент пообщался с врачом-инфекционистом, чтобы узнать о признаках ботулизма и том, возможно ли его предупредить. Подробности в нашем сюжете. Две трети россиян стали чаще покупать консервы. Об этом свидетельствует опрос, который провела российская служба курьерской доставки. Респонденты назвали несколько причин, по которым они увеличили потребление консервов. Во-первых, в летний сезон при поездках за город возникает потребность в приобретении простых в приготовлении продуктов с длительным сроком хранения. Во-вторых, психологический аспект – опасение уменьшения ассортимента продуктов и желание закупиться впрок. В-третьих, такие продукты не надо готовить, и можно быстро организовать себе прием пищи. Горошек мне нравится, кукуруза, какие еще продукты вкусные. Ну, малосольные огурчики, в принципе, и, наверное, помидоры тоже. Горошек, кукурузу, фасоль. Уже готовые к употреблению, поэтому, наверное. Я ананасы в основном, оливки вот такие покупаю. Рыбу не покупаю. Быстро, вкусно. Кукуруз быстро на ужин покушал, на завтрак. Очень замечательно. Но есть и те, кто предпочитает делать домашние заготовки. Я готовлю сама и не люблю консервированную продукцию. Я 50 лет закручиваю все, поэтому я не отравлюсь. Только овощи. На полках в магазинах представлено большое разнообразие разных консервированных продуктов. Это и овощные, и фруктовые закатки, конечно, бобовые, мясные, конечно, рыбные. На продукты вот такого фабричного производства приходится менее 10% заражений ботулизма. А вот чаще всего поцепить такую инфекцию можно в домашних закатках. Но именно они таят в себе большую опасность, поскольку при приготовлении консервов дома нужно соблюдать несколько важных условий, чтобы потом не оказаться на больничной койке с ботулизмом. Его возбудитель — бактерия, которая живет в условиях низкого содержания кислорода. При неблагоприятных условиях бактерии образуют защитные споры. И в таком состоянии могут существовать годами на продуктах питания. При несоблюдении правил хранения или заготовки продуктов споры возвращаются в форму бактерий и начинают вырабатывать ботулотоксин, который крайне опасен для организма человека. У него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Поэтому по внешнему виду продукты нельзя определить, заражен он или нет. Это один из сильнейших биологических ядов на Земле. Основной путь передачи ботулизма — пищевой. Главным источником отравления являются домашние консервы из овощей, грибов, мяса, соленая и вяленая рыба. Кластриди легко попадают в заготовки, если овощи и грибы плохо вымыты. И на них остались частички почвы. Симптомы пищевого ботулизма возникают через 12-36 часов после попадания токсина в организм. К основным проявлениям относятся тошнота, рвота и спазмы желудка, затруднённое глотание и невнятная речь, сухость во рту, слабость в мышцах лица, затуманенное зрение или двоение в глазах, опущение века, затруднённое дыхание, паралич в мышцах тела. Исключить риск заболеть ботулизмом невозможно. Но можно снизить его риск развития до минимума. Соблюдать технологию приготовления и хранения домашних заготовок. Тщательно мыть овощи и грибы. Не уменьшать количество соли и уксуса. Подвергать термической обработке рыбные, мясные и овощные домашние консервы. Проверять консервы перед покупкой и перед едой. Выбрасывать банки с любыми повреждениями. Не есть консервы из банок, крышка которых дулась. А главный совет. Не ешьте, если сомневаетесь. Если не знаете, соблюдались ли правила безопасного консервирования. Упаковка продукта выглядит повреждённой или сам продукт странно. В таком случае лучше его выбросить. Предупредить. Ботулизм гораздо легче, чем лечить. Поэтому будьте внимательны. Соблюдайте правила профилактики. И при первых признаках ботулизма или любого отравления обращайтесь за медицинской помощью. Продолжение следует...